Сегодня я хотел бы рассказать вам, как можно разбить вот такой большой европоддон трехметровый, достаточно хорошо сбитый. Здесь винтовые такие гвозди, а также гвозди с ёршиком под пневматик, под пневмомолоток. Разбиваются они очень сложно для тех, кто не в курсе, как их разбирать. Сегодня я хотел бы рассказать о моем способе разборки этих поддонов на доски. В результате вот такой получается пиломатериал из этих поддонов. Поддоны мне достались по случаю, дело больше их никуда не стал применять, они ни к чему. А вот на доске нам такой пиломатериал, самое одно их разобрать. Привезли мне их 20 штук, чуть больше даже. Вот результат. Вот эти вот поперечные доски, они чуть больше метра, метр двадцать получается. А вот эти вот трехметровые, хорошие, обрезные, струганные. Единственный минус у них только следы от гвоздей. Ну, в хозяйстве очень хорошо может пригодиться пиломатериал. Поэтому у кого получится такие поддоны достать за недорого, то можно их обратить вот в такой вот уже деловой материал. И сейчас я покажу, как разбиваю их я. Из инструментов нам понадобится молоток обыкновенный, топорик, кулачок и кувалда. Вот и все, собственно. А, ну еще гвоздодер. Гвоздодер тоже будет нужен. Либо клещи хорошие. Вот, собственно, и все инструменты. Начинать разборку поддона необходимо с отбивания вот этих вот ног. Вот эти ноги надо нам отбить. Для этого лучше всего поставить его вертикально немножко под уклон, использовать какую-либо опору до установки его вертикально. И хорошими ударами начинаем по кубику отбивать вот таким вот образом ноги. Их откладываем в сторонку пока. С них надо будет снять еще вот эти кубики. Таким же образом убираем верхнюю и нижнюю ногу поддона. После того, как были демонтированы ноги поддона, все три, нам нужно снять вот эти кубики. Они тоже на четырех гвоздях. Очень крепких, ершистых, вот таких вот винтовых. Поэтому для облегчения нам надо кубик располовить, чтобы вытаскивать по два гвоздя, а не по четыре одновременно. Для этого понадобится кулачок и топорик. Ставлю примерно на середину кубика. Просто, чтобы кубик треснул пополам. Так же поступаю с нижней. Затем ударами по кубику снимаю половинки кубика. Вот так вот. Кубик снят. Так же, таким же образом, снимаю нижний кубик, переворачиваю ногу вверх ногами. Вот так. Так же делаю раскол. При этом нужно топор ставить не до упора, а на край, чтобы мы при ударе не раскололи саму доску, которая нам, собственно, не нужна. Короткий удар, сильный. Раскололи кубик. Берем наотмашь по углу кубика. Снимаем. Таким образом, вытаскивается не сразу четыре гвоздя, а по два гвоздя, что значительно облегчает снятие вот этих кубиков. Таким образом, снимаем кубики со всех ног. Снимаем все кубики и переходим к следующему этапу. Положив площадку поддона на ровную поверхность для удобства, производится следующая операция. Это выколачивание гвоздей в обратную сторону. Вот таким образом. Если они чуть согнулись, чуть их подстремляем. Так поступаем со всеми гвоздями. Перевернув поддон другой стороной, мы наблюдаем вот такую картину. Торчащие гвозди. С помощью гвоздодера вытаскиваем и собираем их в кулачок. Вытаскиваются они достаточно легко с помощью гвоздодера и непринужденно. Но это только, как говорится, полдела. Эти маленькие досочки, они приколочены в каждой точке десятью гвоздями. То есть на каждую такую досочку приходится сорок гвоздиков. Сейчас покажу, как их легко можно снять и не поломать сами доски. Только представить, что каждая дощечка крепится сорока гвоздями. В гвоздей, кстати, очень большое количество набирается. Вот такой вот. Не знаю, сколько здесь килограмм, но около семи, наверное, десять. Их можно сдать металлолом. А если очень много времени и охота поковыряться, можно их немножко подпрямить и использовать повторно. Перевернул поддон другой стороной. И, наконец, его немножко вывесил, чтобы он не лежал за патроном. Понадобится кулачок и половинка кубика, может целый кубик. Еще кубик, потому что если просто оббивать кулачком, доски лопаются. А через деревяшку у них большая площадь опоры и она мягче. Не происходит деформации и растрескивания досок. Крепким ударом, ну вот эти крайние, они из-за того, что кубики их еще скрепляют, они всего лишь на двух гвоздях, две точки. Эти уже на десяти гвоздях каждого досочка. То есть здесь, 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 здесь и там 40 штук. Эти крайние из-за того, что здесь кубики еще скрепляют, здесь всего лишь по два гвоздя. Откладываем в сторону, опять немного свешиваем и сильными ударами по очереди начинаем отбивать. Таким вот образом, вот сколько гвоздей, освобождаются доски. Теперь по очереди отбиваю все эти доски и у нас получается по две доски здесь попарно 8 штук. И сколько тут горизонтальных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И девять у нас длинных досок. Вот таких вот. Продолжаю отбивать. Далее при помощи молотка также выбиваем наружу вот эти небольшие гвоздя. Убиваются они сложно. И затем с помощью гвоздодера их вытаскиваем из доски. В результате у нас получается вот такой вот готовый пиломатериал, который каждый хозяин применит по-своему. Еще остаются также вот такие кубики. И получается довольно большая гора, в зависимости от количества поддонов. Они достаточно хорошие, чистенькие все. Их можно использовать в печке. Я допустим топлю бойлер в бане ими. Он как раз короткая топка у него. И они как нельзя лучше туда подходят. Кто-то их использует в мангал для шашлыков. Кто-то топит просто печку. В общем, материал для отопления, для различных печей, для мангалов. У хорошего хозяина, как говорится, все идет в ход. Или как еще гласит русская пословица, бычий хвост веревка. Таким образом из поддонов вот этих ненужных, допустим мне, получается хороший деловой материал. Надеюсь кому-то данное видео было полезным. А я прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...